Выпускник Кубанской государственной медицинской академии Сергей Малыхин выбрал в себе одну из самых востребованных и сложных профессий – врача-реаниматолога. Выпускника, закончившего школу серебряной медалью, ждали 8 математических и физико-химических вузов. Но разговор с родным дедушкой, тогда главным санитарным врачом Геленджика и наглядный пример бабушки, всю свою жизнь посвятившей фершерскому делу, раз и навсегда определили будущее молодого специалиста. Еще академик Неговский, основатель советской анестезиологии-реаниматологии, впервые поднял вопрос о возможности реанимации или возвращения после смерти. Этот вопрос меня очень сильно интересовал, и после первого курса я уже 100% понимал, что анестезиология-реаниматология – это тот выбор, который мне придется сделать. Трудится по выбранной специальности Сергей Владиславович с 2004 года. За плечами работа в отделении анестезиологии и реанимации в больнице скорой помощи Краснодара. В стационарах Зеленограда и Москвы год назад директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов предложил дипломированному специалисту, защитившему кандидатскую диссертацию, возглавить отделение анестезиологии и реанимации. Профессия анестезиологии и реанимации чем замечательна? Она включает огромный спектр знаний, огромный спектр медицины, которых можно разделить на две части. Это, собственно, анестезиология или обезболивание, и, собственно, реаниматология. Это то, что та медицина, которая является на сегодняшний момент ключевой. У Сергея Владиславовича 90 человек в подчинении. В хирургическом корпусе на улице Парковая и перепрофилированном для ковид-больных инфекционном корпусе на улице Краснознаменское. 7 апреля жизнь Сергея Малыхина разделилась на до и после пандемии. Сюда же, на Краснознаменское, его перевели после того, как нужно было в экстремном порядке открывать инфекционное отделение, которое он и возглавил. 7 апреля он вступил в свою новую должность. И вот уже на протяжении двух с половиной месяцев он остается на своем посту. Дважды в день он проводит больничные обходы, спрашивает состояние пациентов, работает на грани человеческих возможностей. Из-за разрозненного коллектива, абсолютно незнакомых людей, которые раньше никогда не встречались, мы смогли создать рабочую систему, которая 100% принимает больного. И при этом мы оказываем все возможные помощи. Друг другу люди начали помогать, стали друг друга понимать с полуслова, что в принципе в нашей работе очень важно и очень нужно. Самая большая нагрузка на отделение пришлась на апрель и май. Строгий санитарный режим, защитные костюмы приближали условия работы к экстремальным. Коронавирус никуда не ушел. Инфекционное отделение все еще загружено. Когда пандемия сойдет на нет, Сергей Владиславович надеется вернуться в близкое его профиль отделения, анестезиологии и реанимации, чтобы дальше развивать это удивительно сложное направление медицины ради спасения людей. Как хорошо, что у нас в Щелкове работают такие врачи. Спасибо всем медработникам за их бесценный труд. Михаил Налеров, Валерий Жглей, Щелковское телевидение.